Давайте посчитаем каких-нибудь интегральчиков. Тут надо сразу оговориться, что в отличие от дифференцирования, которое всегда, если вам задали задачу на дифференцирование, если вы потратите какое-то время, вы ее обязательно решите. Там есть конкретные алгоритмы, которые более-менее всегда работают. В отличие от этого, задачки, наоборот, про интегрирование, про отыскание первообразных, они не всегда решаются. Причем бывает такое, что мы можем доказать, что некоторая функция не имеет интеграла, который бы выражался в виде какой-то формулы, записанной с помощью каких-то других элементарных функций. С дифференцированием такого не бывает, а вот с интегрированием бывает. Поэтому задача интегрирования – это некоторое такое искусство. Тут нет какого-то понятного простого алгоритма. Может быть, и есть, но люди, как правило, такие алгоритмы не используют. Но давайте, по крайней мере, попробуем начать. Давайте какой-нибудь простой пример рассмотрим. Вот, допустим, пункт А из номера 1 из сегодняшнего листочка. Интеграл от 0 до 1. 2х плюс 4х в кубе dx. Во-первых, что здесь можно заметить? Можно заметить, что это интеграл от суммы двух функций. И, как мы сегодня обсуждали на лекции, в этом случае интеграл от суммы является суммой интегралов. Поэтому можно сразу разбить в сумму двух интегралов. Интеграл от 2х плюс интеграл от 4х в кубе. Значит, у нас все интегралы сейчас в пределах от 0 до 1. Был интеграл от 2х плюс 4х в кубе. Стала сумма отдельных интегралов. 2х под х и 4х в кубе. Дальше нам нужно, чтобы воспользоваться формулой Ньютон-Лембница, нам нужно каким-то образом найти первообразные от подинтегральных функций. От 2х и от 4х в кубе. На самом деле тут можно составить такую таблицу стандартных интегралов. Вот в частности, если у нас есть функция какая-нибудь степенная, например, х в степени m, то у нее первообразная, можно угадать, какая. При дифференцировании степень уменьшается на единицу, значит, при интегрировании она должна увеличиваться на единицу. Значит, поэтому первообразная должна быть функцией вида х в степени m плюс 1. Но для того, чтобы получить именно при дифференцировании именно х в степени m, нам нужно как-то скомпенсировать тот факт, что у нас при дифференцировании этот m плюс 1 вылезет в качестве коэффициента. Значит, нам нужно на него поделить. Значит, давайте я скажу так. Это какая-то функция. А это какая-то ее первообразная. То есть понятно, что ко всем первообразным можно добавлять константы. Но, по крайней мере, если я хочу написать какую-нибудь одну первообразную, то вот, например, вот такая. Тут на самом деле есть некоторая тонкость. Вот в этой формуле, как вы думаете, какая? Значит, вот это утверждение о том, что для вот такой функции вот такая первообразная, на самом деле верно не всегда, когда неверно. Когда степень дробная, может быть? Ну, когда степень дробная, как раз нормально работает. Когда отрицательная, но 1 делить на х. И когда отрицательная тоже работает. Ну, на самом деле, все степенные функции, дифференцирование всех степенных функций устроено одинаково. Какая бы степень ни была, пусть она… Ну, вот, смотрите, допустим, у меня х в степени альфа, и я хочу продифференцировать. Но я могу записать, что это е в степени альфа-логарифм х. Продифференцировать такую штуку. Дальше я могу сказать, что это… Что такое? Это… Да, значит, если я эту штуку продифференцирую, то что получается? Это мне нужно продифференцировать е в степени… Значит, по правилу дифференцирования сложной функции это все равно, что е в степени альфа-логарифм х до умножить на производную альфа-логарифм х. То есть умножить на альфа и поделить на х. И это все равно, что, возвращаясь назад к степени альфа, это и есть х в степени альфа умножить на альфу разделить на х. И поэтому это равняется альфа на х в степени альфа-1. Вот в эту формулу эта штука работает всегда при любых альфах. Неважно, положительная, отрицательная, вещественная, что хотите. Операциональная, вещественная. Да, а как справедливо написала Алина, вот в эту сторону, в сторону нахождения первообразных, вот эта формула работает не всегда. Потому что есть в случае m равняется минус 1, когда эта формула просто не работает, потому что правая часть не определена. Что тогда? Значит, вот эта штука работает, если m не равняется, минус 1. А если m равняется минус 1, то что будет первообразной? Ну, просто равен от х. Да, значит, будет логарифм х. Тут, на самом деле, тоже есть некоторая тонкость, потому что... Ну, ладно, дойдем до этой тонкости в свое время. Значит, пока можно оставить так. Поэтому, на самом деле, дальше мы можем пользоваться тем, что, во-первых, понятно, что вот эти коэффициенты можно просто выносить за знак интеграла. То есть можно написать, что эта вся штука равна 2 интеграла от 0 до 1 х до х плюс 4 интеграла от 0 до 1 х кубе до х. Ну, а дальше можно заметить, что мы знаем первообразную для ха, знаем первообразную для х кубе. Соответственно, можно воспользоваться формулой Ньютли-Лейбница, ну и записать так, что такое интеграла от 0 до 1 х до х. Значит, мне нужно взять первообразную. Первообразную от ха это х квадрат пополам. Вычислить значение этой штуки в единице и вычесть то же самое первообразное. Ее значение в точке х равняется 0. Значит, если я пишу вот такую палочку и здесь пишу вот такое равенство, то это означает, что вот в эту формулу нужно подставить соответствующее значение х. Ну и, как правило, вот именно такую штуку, именно такую разность, особенно когда считают интегралы, записывают кратко в таком виде. х квадрат пополам в пределах от 0 до 1. Значит, это по определению просто краткая форма для вот такой вот штуки. То есть нужно подставить верхний предел, подставить нижний предел и вычесть одно из другого. Значит, получается, что это 1 вторая минус 0 вторых. И это просто 1 вторая. Значит, вот мы посчитали вот этот интеграл. Ну и посчитайте, пожалуйста, самостоятельно интеграл. Интеграл от 0 до 1 х в кубе до х. Чему он равен. Давайте посчитайте и пришлите мне в личку, что у вас получилось. Значит, ну вот конкретно вот этот интеграл. Чему получается равен. Я вижу, что вы уже на 4 выдавнажды. Ну что, я вижу 1, 2, 3, 4 ответ. А у нас тут 17 человек. Значит, не считая меня, 16. 16 ответов пока не вижу. Алина, я так понял, что вы уже на 4. Передомножили. Окей. Ну что, ну давайте я напишу, значит, что здесь получается. х куб первообразная х в кубе первообразная. Это х в четвертый на 4. Опять же, нужно посчитать в пределах от 0 до 1. Ну, значит, это просто 1 четвертая. И дальше нам нужно будет его умножить на 4. И дальше нам нужно будет его умножить на 4. Получится четвертая единица. Значит, ну давайте я продолжу это равенство. Значит, получается, что это 2 на 1 вторую плюс 4 на 1 четвертую. То есть просто 2. Значит, ответ в этой задаче, ответ в этом пункте 2. Все согласны? Хотя у вас кажется, другой получился. На самом деле, конечно, можно было сразу заметить, что, например, что если я вот вижу вот такое выражение, то можно сразу заметить, что это как раз и есть производная от х в четвертый. Потому что вот эта четверка, она как раз вылезла при дифференцировании х в четвертый. То есть так же и здесь вот эта двойка. Так что можно было бы это заметить сразу и не заниматься тем, что сначала выносить вот эту штуку сюда, а потом на нее же делить. Но я бы хотел действовать по некоторому формальному алгоритму. вынесли константу, а дальше взяли вот табличный интеграл. Как? Есть ли вопрос по этому пункту? Понятно ли, как оно все так получилось? Хорошо. Ну, давайте, что еще сделаем? Давайте сделаем, давайте пункт b разберем. Значит, интеграл от 1 до t, 2 dx разделить на x. Значит, смотрите, мы обычно писали интеграл в виде интеграл f от x dx. Ну, вот довольно часто, когда f от x является какой-нибудь дробью, то dx записывают куда-нибудь в числитель. Как-нибудь вот так. Ну, смысл этого состоит в том, что это то же самое, что если бы dx стоял бы вот здесь. Просто тут какая-то чуть более короткая запись. Так, ну хорошо, я думаю, что вы можете сейчас это самостоятельно посчитать. Значит, опять же, можно пользоваться теми же самыми формулами. И если вы посчитали, то я предложу вам еще посчитать вот такой интеграл. от минус единицы до t от той же самой величины. Сергей, Софья, правильный ответ. Давайте, хочу еще ответов. Ксения, правильно. Данил, правильно. Да, Катя, тоже правильно. Только все-таки нужно понять, от кого, от какой переменной. Да, теперь правильно. Так, ну хорошо, значит, все, кто посчитали, пришлите мне теперь решение вот такой вот штуки. Так, спасибо. Игорь Маш�� Продолжение следует... 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 Такой вопрос. А если t оказалось отрицательным, если t вот здесь находится? Что тогда вы можете сказать про этот интеграл? Ну, мы можем просто сказать, что у нас от нуля до единицы теперь будет, потому что мы рассматриваем только часть, в которой у нас определено. Ну, вот смотрите, вот, допустим, я прошу вас посчитать интеграл, скажем, от единицы до минус одной второй. Вот такой вот интеграл, прошу вас посчитать. Значит, функция у нас устроена вот так. Значит, интеграл от единицы до минус одной второй, два разделить на x dx. Это означает, что наша область интегрирования, вот она лежит такая, вот у нас здесь единица, а вот здесь у нас минус одна вторая. И наша площадь интегрирования, она должна быть устроена как-то так. Значит, вот тут вот с плюсиком все вот это. Плюс вот такая штука, только с минусиком. Видите ли вы здесь проблемы? Вот в такой штуке. Уходит по осинкете бесконечность. Непонятно, к чему эту площадь приравнять. Ну, на самом деле, мы обсуждали сегодня на лекции, что если функция не является на каком-то отрезке ограниченной, то она и не является, то функция не является интегрированной. Поэтому вот такая штука, вообще говоря, окей, по крайней мере, в том смысле, в котором мы только что рассматривали интегралы, вот эта штука просто заведомо не определена. Ну, она на самом деле ни в каком смысле не определена. Но, в общем, да, просто вот такая штука не существует. А вот такая штука вполне себе существует. И их можно найти как раз с помощью формулы Ньютон-Лейбница. Давайте это сделаем. Значит, интеграл от минус единицы до t. 2 разделить на x dx. Давайте я сразу двойку вынесу. Значит, останется dx, деленное на x. И остается... Значит, мы знаем, чему равняется первообразная от единицы, деленное на x. Это логарифм. Сейчас, только давайте я сейчас от плюс единицы буду считать исходную версию. Значит, внизу нижний предел единицы, а верхний – t. Значит, интеграл от единицы до t. 2 делить на x dx равняется 2. Интеграл от единицы до t. 1 делить на x dx равняется... Значит, 2 логарифма t. И тут нам нужно взять пределы интегрирования от единицы до t. Точнее, это уже не пределы интегрирования, мы уже делаем пределы подстановки. То есть, получается, 2 логарифма t... Ой, давайте я здесь напишу x, чтобы не путаться. И здесь у меня пределы такие. От x равняется 1 до x равняется t. Значит, получается 2 логарифма t минус 2 логарифма единицы. То есть, просто 2 логарифма t. Значит, вот ответ в этом случае. Ну, и заметьте, что этот ответ согласуется с этими нашими картинками. 2 логарифма t определен только в том случае, когда t положительно. И это как раз ровно те случаи, когда вот эта площадь существует. Заодно можно увидеть, что действительно, когда t оказалось меньше единицы, логарифм t оказался меньше нуля. Это соответствует тому, что мы взяли вот эту площадь, но только с отрицательным знаком. Теперь вопрос. А что все-таки такое интеграл от минус единицы до t от той же самой функции? 2 делить на x dx. Значит, один из комментариев, который мне написали в личку, был такой. Эта штука не существует, потому что логарифм при отрицательных числах неопределен. Но на что я возразил? Логарифм может быть и неопределен, но как это нам помешает посчитать какую-нибудь площадь вот такого типа? Значит, вот у нас есть наш график функции. Вот у нас есть точка минус 1. Давайте возьмем какую-нибудь t, ну, например, вот здесь. И честно посчитаем вот такую площадь. Ну, ее придется взять со знаком минус. Ну и ладно. Кто нам помешает это сделать? Кто нам помешает подставить это все просто в определение этого самого определенного интеграла, как мы это делали, и посчитать эту штуку? Никто не помешает. Никакой неопределенный логарифм не помешает. Но какой же все-таки ответ здесь написали? Ну, вот оказывается, что когда мы написали вот это утверждение, что первообразной к функции единицы, деленной на х, является функция логарифма х, мы написали не всю правду. Дело в том, что единица на х определена на все числовые оси, кроме нуля, а логарифм определен только при положительных эксцелях. Поэтому, значит, это только половина правды. Вопрос. А какова первообразная функция единицы на х, наоборот, при отрицательных эксцах? Есть ли какая-нибудь другая функция, которая тоже при дифференцировании выдает нам единицу на х? Ну, добавить модуль на х. Ну, да, на самом деле, так часто действительно пишут. Но вот смотрите, значит, оказывается, что функция логарифма от минус х тоже является первообразной для функции единицы, деленной на х. Давайте проверим, давайте продифференцируем ее. Значит, мне нужно продифференцировать внешнюю функцию, то есть логарифм. Получается, единица деленная на минус х. И нужно не забыть умножить на производную внутреннюю функцию, которая будет равна минус единице. То есть снова получилась единица на х. Заметьте, что просто логарифм минус х безо всякого минуса. Здесь минус не нужен. То есть смотрите, что получается. Не только логарифм х является первообразным, но и логарифм минус х. Поэтому если мы знаем, что мы живем в отрицательной области, то мы можем в качестве первообразной брать вот эту функцию. При этом заметьте, что если у нас нижний подел интегрирования минус единица, то взять положительное t мы просто не можем. Потому что если я возьму положительное t, то опять я получу отрезок интегрирования, который содержит в себе как бы область, в которой функция не ограничена. И поэтому там никакого интеграла, очевидно, не существует. Ну, очевидно, не очевидно, но, в общем, по крайней мере, интеграла в том управлении, которое мы давали, его там нет. Поэтому если я пишу вот такую штуку, то это автоматически означает, что здесь мне нужно в качестве первообразной взять не логарифм х, а логарифм минус х. Ну и давайте посмотрим, что это получается. Логарифм минус х. Значит, двойку мне здесь тоже нужно вынести в пределах. От минус единицы до t. То есть какой здесь получается ответ? Значит, нам нужно t поставить вместо х, а получается два логарифма минус t. Чудесным образом этот интеграл находится. Он оказывается... Что-что? Это же работает только, когда t меньше нуля, да? Это работает только, когда t меньше нуля, да. Но если так оказалось, что t больше нуля, то вот этот интеграл просто не определен. Окей? А вы знаете, можно вопрос, он, наверное, немного глупый, но если у нас t меньше, чем минус единица, это же будет работать тоже? Будет работать, да. Образно неважно у нас, что сверху, что снизу, как они между собой соотносятся. Неважно, как они соотносятся, да. Ну вот благодаря вот этому правилу, что интеграл от a до b f от x dx равняется минус интеграл b до a f от x dx. Интеграл определен, значит, вне зависимости от того, кто больше, верхний предел интегрирования или нижний предел интегрирования. И та и другая штука имеет смысл, и связаны они вот таким образом, и это оказывает такая естественная связь. А, спасибо большое. Вот. Ну что, есть ли вопросы по этому заданию? Так, ну давайте теперь посмотрим на пункт d. Чему равняется вот такой интеграл? Напишите, пожалуйста, в личку. Правда, Сергей? Какие интересные ответы. Чему равняется вот такой интегры, на них это ceremonies? Какие интересные ответы. Как должно быть? Ну вот. Спасибо. Спасибо. Так, смотрите, значит, я вижу такие варианты ответа. Минус полтора, одна вторая, ноль, минус единица, деленная на х плюс константа, и интеграл неопределен. Я хитро улыбаюсь, потому что я специально поставил эту задочку сюда, чтобы все попались и все попались. Смотрите, значит, на самом деле можно, конечно, формально использовать формулу Ньютона-Лейбница, но и написать что-нибудь в таком стиле. Написать, что первообразное для х минус второй – это минус единица на х, и посчитать это в пределах от минус единицы до двойки. Ну, действительно, получить то ли одну вторую, то ли минус три вторых, тут нужно не запутаться со знаками, но имеет ли смысл это делать? Я напомню, что формула Ньютона-Лейбница работает только в том случае, если ваша функция непрерывна на том отрезке, на котором вы ее рассматриваете. Это было условие, которое мы формулировали, и это использовали в доказательстве. Поэтому, если функция вдруг не является непрерывной, то, в общем, формула Ньютона-Лейбница не работает. Может, пока не работает. Это как раз тот случай. Более того, если вы посмотрите, опять же, как устроен график этой функции, функции единицы деленной на х квадрат, то вы увидите, что он устроен вот так. Он имеет вертикальную асимптуру в нуле. Поэтому вот это неправда. А правильный ответ состоит в том, что этот интеграл не определен. Так как функция не ограничена. Опять же, я в этом месте это пишу, но с некоторым ощущением, что я вас слегка обманываю. Действительно, тот интеграл Риммана, который мы определяли, он действительно в этом случае не существует. Но чуть попозже мы будем говорить про несобственные интегралы, которые в такой ситуации теоретически можно было бы попробовать найти. Но конкретно этот интеграл, он и в несобственном смысле тоже не определен. Но смысл этого примера состоит в том, что, если вы видите интеграл, не всегда нужно бросаться на него как на амбразуру с формулой Ньют-Лемница. Нужно, в первую очередь, понять, а вообще этот интеграл существует или нет. И применима ли формула Ньют-Лемница, является ли подинтегральное выражение непрерывным на той области, в которой вы его рассматриваете. Так что здесь вот не является, и поэтому ответ, который был бы получен с помощью формулы Ньют-Лемница, неверный. Один из ответов был таким. Кто-то написал про минус единица на х плюс константу. Заметьте, что результат вычисления определенного интеграла, то есть вот такой штуки, когда мы указываем явные пределы интегрирования, это всегда число, это какая-то площадь. Но если он определен, то это число. Поэтому никакой плюс константы там быть не может. Плюс константы может быть, если вас просят найти набор всех первообразных некоторых функций, или что-то же самое, неопределенный интеграл. Там действительно в ответах постоянно встречается вот эта плюс константа. И преподавательная мата-анализа любит ловить студентов на том, что они забыли эту плюс константу написать. Но когда вас просят найти определенный интеграл, ответ это, если здесь конкретные числа написаны в пределах интегрирования, ответ это число. Ну, понятно, что если здесь написано, что это переменная, то ответ будет зависеть от этой переменной. Но здесь никакой плюс константы нет. Ну, хорошо. Я думаю, что с первой задачкой все. Давайте на вторую задачку посмотрим. Значит, у нас g от x интеграл от 0 до корень из x и e в степени минус t квадрат dt. Требуется найти производную g' по x. Есть какие-то идеи, как это делать? Подход номер один. Посчитать этот интеграл, найти первообразную от функции e в степени минус t квадрат, подставить у него корень из x и записать g от x в явном виде, после этого продифференцировать. Не рекомендую. Например, вы не найдете первообразную от функции e в степени минус t квадрат в элементарных функциях, потому что она не существует. Это некая специальная функция, она встречается, допустим, в степени вероятностей, но для нас она сейчас пока что совершенно незнакома. Поэтому первообразную здесь не найдешь и интеграл не посчитаешь. Но нам-то нужно найти не саму функцию g от x, а нам нужно найти от нее производную. Давайте я задам такой вопрос. Пусть вот у меня f, вот какой-то новый переменный y, это есть интеграл от 0 до y, e в степени минус t квадрат по dt. Давайте задам такой вопрос. Чему равняется f' в точке y? Напишите в личку ответ, если догадались. Сейчас, значит, пока что я спрашиваю вот ровно про вот эту вот штуку, f' в точке y. Значит, пока что я вот на эту штуку не смотрю. Лиза, а вот у меня f' в точке, оно зависит от y. А у вас от t. Софья, да, стало лучше, но тоже зависит от y. Зависит от t, должно зависит от y. Так, смотрите, мы сегодня обсуждали... Значит, мы сегодня обсуждали формулу Львен-Лейбница, у которой было две части. Значит, и первая часть говорила следующее. Первая часть говорила такую штуку, что если нам задан вот такой вот интеграл с переменным верхним пределом, и под интегралом написана какая-то функция, то если мы продифференцируем эту функцию по вот этому самому верхнему пределу первому, то мы получим ровно значение той функции, которая записана под интегралом, ну вот в той точке, которая вот здесь написана. Это вот ровно то, что мы обсуждали сегодня на лекции. Поэтому f' от y – это просто нужно подставить y вот сюда, вот на место t. Это просто e в степени минус y квадрат. Здесь не нужно считать никаких разностей, не нужно считать никаких первообразных ручками. Значит, нужно просто воспользоваться первой частью формулы Львен-Лейбница. Согласны с этим, с таким утверждением? Понятно, откуда берется? Хорошо, а теперь найдите мне все-таки же штрих от x. Субтитры создавал DimaTorzok. Как связано g от x, а связано с нашей функцией f от y? Так, вижу ответы. Ксения, да, но f' чем равняется? Так, много разных интересных ответов. Мне нравится. Давайте еще ответы. Смотрите, что такое g от x? Как выразить g от x в терминах f? Что означает, что мне нужно посчитать интеграл от нуля до корня из x? Но это означает, что мне нужно просто посчитать значение функции f, но вот в точке сюда вместо y нужно поставить просто корень из x. То есть это означает, что у меня g от x – это на самом деле f от корня из x. А дальше вам нужно посчитать теорему, как воспользоваться теоремой производной сложной функции. Видите, такое теорема? Значит, у вас есть внешняя функция f и внутренняя функция. Давайте я как-нибудь обозначу. Пусть она называется, скажем, h маленькая. h маленькая от x есть корень из x. И теперь g' от x. Значит, это есть f и внутренняя сложная функция. Просто же производная сложная функция. Просто производная сложная функция, да. Вот теорема производной сложной функции. А теперь мы знаем, чему равняется h штрих от x. Это единица на 2 корня из x. А с другой стороны мы знаем, чему равняется f штрих большого. f большой штрих. f большой штрих от y – это есть e в степени минус y квадрат. Значит, нам нужно посчитать f штрих большого в точке h от x. Значит, h от x – это и есть корень из x. Ну, вот, значит, нужно подставить сюда… Значит, мне нужно в e в степени минус y квадрат подставить e в степени минус квадратный корень из x. Все это в квадрате. И нужно не забыть поделить на 2 корня из x. Значит, теперь смотрите, при каких хексах у меня вот эта штука вообще, в принципе, определена? Какая же это определена? Больше нуля. Ну, да, больше либо равно, я бы сказал. При неотрицательных хексах эта штука, в принципе, определена. Поэтому… А если у нас x равен 0, мы же делим на… Нажим поделить на 2 корня из x. Ну, сейчас. Значит, я пока про эту штуку спрашивал, при каких хексах она определена. А про эту – это отдельный разговор. Но, по крайней мере, понятно, что здесь написано какой-то корень из x, и он возведен в квадрат, значит, поскольку x не отрицательный, то корень из x в квадрате – это просто x. Значит, можно сказать, что это есть e в степени минус x. Ну, и да, нужно будет еще поделить на 2 корня из x. И действительно приводить к тому, что в нуле производная тоже не определена. Ну, вот все, это ответ. e в степени минус x разделить на 2 корня из x. Похоже на правду? Значит, во многих ответах встречался e в степени модуль x. Или минус модуль x. И то, и то выглядит немножко странно, потому что ты не понимаешь, зачем там этот модуль нужен, если все равно эта функция определена только при положительных хексах. Вот. Как, согласны ли вы с таким рассуждением? И если у вас получился другой ответ, у многих получился другой ответ, найдите, пожалуйста, у себя ошибку, и поймите, почему ответ именно такой, а не такой, который получился у вас. В общем, задачка на комбинацию двух штук, которые мы обсуждали недавно. Теоремы о производной сложной функции и формула нету для именица. Ну что, можно ехать дальше? Ну, давайте. Значит, давайте теперь посмотрим на третью задачку. Здесь нужно было доказать некоторые неравенства. Ну, например, вот такие. Интеграл от единицы до 100, e в степени минус x квадрат dx, меньше, чем 99 разделить на e. Значит, вообще, это на самом деле такая важная история. Дело в том, что, как я уже сказал, интегралы далеко не всегда берутся в элементарные функции. Но на практике вам очень часто не нужно брать интеграл. На практике вам очень часто нужно его как-то оценить. Нужно сказать, что вот этот интеграл можно сделать достаточно маленьким, что он не растет слишком быстро, еще что-нибудь в таком стиле. И в этом случае очень часто полезно пользоваться теми, те теоремы, которые мы обсуждали на лекции, а именно, что если у вас под интегральное выражение как-нибудь оценивается, какой-то другой функции, более простой, то тогда и весь интеграл тоже оценивается соответствующим образом. Ну вот давайте посмотрим, как бы нам оценить e в степени минус x квадрат, чтобы получить вот такое неравенство, как написано. Это, наверное, x поделить на e. Значит, я хочу какую-то оценку для e в степени минус x квадрат. Значит, я хочу сделать какую-то вот такую вот штуку. Значит, на самом деле можно по-разному это оценивать. Давайте придумаем какую-нибудь самую простую оценку, какая только бывает. Причем эта оценка должна работать на отрезке от единицы до 100. Ой, 1 поделить на e. 1 поделить на e, да. Значит, на самом деле можно просто заметить, что если x находится на отрезке от единицы до 100, то x квадрат уж точно больше единицы. И, значит, на всем этом отрезке e в степени минус x квадрат ну уж точно меньше либо равняется, чем e в минус 1. То есть смотрите, что я сказал. Вот у меня есть функция под названием e в степени минус x квадрат, и она на самом деле быстро убывает. Так, я зря я ее такой нарисовал, у нее нет вертикальной ассимптоты. Она на самом деле вот такая. Посчитать от нее интеграл делал Гибблэ. Тем не менее, можно ее оценить таким образом. Можно сказать, что вот от единицы, и дальше она устроена так, что вот здесь у нас написано e в минус 1, и правее будет значение только меньше. Поэтому вся вот эта площадь, она явно меньше, чем площадь вот такого вот прямоугольника. Значит, у меня здесь все начинается в единице, заканчивается в точке 99. У меня очень условный масштаб на горизонтальной оси. Но для наших целей будет достаточно. Значит, площадь вот этой фигуры, которая у меня получилась, давайте я ее зелененькой сделаю, чтобы не возникало ощущение, что ее нужно бояться со знаком минус. Площадь вот этой фигуры, она заведомо меньше, чем площадь вот такого прямоугольника. Значит, можно сказать, что этот интеграл от единицы до 100 e в степени минус x квадрата pdx. Совсем формально я могу записать так, что эта штука меньше либо равняется. Интеграл от единицы до 100. e в степени минус 1 dx. Ну, тут от нас просят строгое неравенство. Ну, в принципе, понятно, что как только мы чуть-чуть отошли от единицы, дальше у нас не просто вот такое неравенство стало выполняться, а вот эта штука стала как бы отделена от e в минус 1. поэтому, в общем, понятно, что можно, например, разбить эту штуку, разбить этот интеграл на два кусочка, и один из них, первый кусочек, допустим, для него будет выполняться вот такое неравенство, а для второго кусочка будет выполняться неравенство, где вот здесь вот еще какое-то меньшее число. Вот. Ну, в общем, понятно, что вот здесь можно написать знак строгого неравенства. А вот этот интеграл, который, кстати, получился, это и есть что такое. Значит, если я интегрирую просто константу, то это означает, что это площадь прямоугольника, у которого высота равна этой константе, ширина равна разности между вот этими поделами интегрирования. Это как раз и есть 99 разделить на е. Значит, на самом деле неравенство строго. Так как, например, при х больше, чем 2, е в степени минус х квадрата меньше, чем, значит, меньше либо равняется, чем е в степени минус 2, а эта штука меньше, чем е в степени минус 1. Можно, на самом деле, разбить вот так вот. И тогда будет понятно, что даже если мы оцениваем, даже если мы говорим, что левая половинка не больше, чем вот такая площадь, до е в минус 1, то уж правая штука, она уже строго меньше, чем е в минус 1. Такие штуки довольно часто встречаются, когда вы просто оцениваете, у вас есть какое-то выражение под интегралом, от которого непонятно, как интеграл брать. Но вы вместо того, чтобы этот интеграл брать, просто оцениваете как-то подходящим для вас образом под интегральное выражение, и после этого все доказываете, доказываете соответствующую оценку. Понятно ли эта задача? Да. Окей. Значит, я предлагаю сейчас пропустить 3b, попробовать ее дома сделать. Она делается очень похожим образом. Но там нужно оценивать все-таки ту функцию, которая написана под интегралом, нужно оценивать чуть-чуть хитрее, чем константой, но тоже не сильно хитрее. Давайте четвертую задачу сделаем. Нужно найти всевозможные функции f, определенные на r минус 0, для которых f' от x равняется 1, деленная на x. Нужно найти все. В некотором смысле, так скажем, найти все первообразные, но вот раньше, когда я давал на лекции определенные первообразные, я его формулировал только в предположении, что у меня на той области, на которой у меня функция рассматривается, она, ну, что эта область – это просто отрезок, она на этом отрезке непрерывная. Ну, вот сейчас я рассматриваю вот такую функцию, которая определенная не на отрезке, я утоплю на 1, r минус 0. Вопрос – найти все функции, которые как бы в таком немножко обобщенном смысле являются ее первообразными, у которых производная равна самой этой функции нецелеленной на x. Есть идеи? Ну, это ln от x плюс константа, нет? Значит, логарифм x плюс константа. Значит, эта штука не определенная при отрицательных x. Ну, мы же говорили, как ln от минус x. Да, ln от минус x плюс константа. Да, ln от минус x. Так, ну так функция-то как устроена. Вот я хочу функцию тоже определенную. Значит, я хочу функцию тоже определенную на… Вот у меня единица, деленная на x, определена всюду, кроме нуля. И я хочу функцию f, которая тоже была бы определена всюду, кроме нуля. Вот как ее записать? Вы можете кусочно линейно ее задать. Ну, не линейно, но кусочно. Так, а что нужно написать? Ну, кусочно, да. То есть, вы должны написать, что для x больше нуля у вас f от x – это ln от x плюс константа. И при x меньше нуля – это у вас ln от минус x плюс константа. Значит, вот так? Да. Ну, мы можем задать проще, сказать, что это ln модуль x плюс c. И тогда у нас ноль не будет в области определения, потому что, как бы, ну, ln от нуля нету. Это будет намного удобнее. Все ли согласны с таким ответом? Логарифм модуль x плюс c. Есть ли возражения? Есть ли возражения? Возражений нет. А зря. Смотрите, значит, что такое функция логарифм модуль x плюс c? Ну, вот давайте я вам сейчас придумаю функцию, которая не является вот этой функцией, вот функцией такого типа, но при этом удовлетворяет условия. А именно. Давайте рассмотрим функцию f большая от x, которая логарифм от x при x положительных и логарифм от минус x плюс 2 при x отрицательных. Удовлетворяет она условия? Да, удовлетворяет. Укладывается ли она вот в эту формулу, или это ли она функция вот такого семейства? Ну, да. А, то есть мы просто задаем разные константы должны, да? Да. То есть мы должны написать c1 и c2. То есть она одинаковая вот так. Да, просто вот когда мы задали вот такую штуку, или что эквивалентно вот такую штуку, мы подразумевали, что вот у нас на двух кусочках, на которых у нас функция определена, значит, при положительных x и при отрицательных x, что у нас как бы константы там одинаковые. Но на самом деле, поскольку у нас нет никакого условия склейки этой функции в нуле, то такого условия нет. Мы можем выбирать здесь константу одним способом, а здесь другим способом. То есть как бы у нас семейство функции оказывается не однопараметрическим. Скажите, у нас не одна константа, а две разные константы мы можем выбирать. Вот, поэтому, в принципе, по-хорошему тут вот нужно написать вот так. Здесь написать c1, а здесь написать c2. И вот тогда это будет правильным ответом. Вот. Это правильный ответ на тот вопрос, который был задан. Как правило, вы можете часто в справочниках найти такое утверждение, что, допустим, вот у нас есть неопределенный интеграл, который первообразный, что он равен логарифму модуль x плюс c. Вот такая запись довольно часто встречается в справочниках, и, в принципе, от нее нет никакой особенной беды. Просто нужно понимать, что вот эта формула, она как бы по отдельности работает на правой половинке положительных чисел, на левой, на правой половинке вещественных чисел, на левой половинке вещественных чисел, то есть для положительных чисел и для отрицальных чисел. Эта формула работает по отдельности. Но не нужно думать, что всевозможные первообразные исчерпываются вот такими штуками. Они не исчерпываются, потому что здесь можно выбирать по-разному с 1 и с 2. Но если вы будете использовать формулу Ньютон-Лемница, например, то, в общем, вот от этой формулы большой беды нет, если вы помните, что нужно следить, чтобы обе точки, в которых вы вычисляете значения, оба предела интегрирования должны находиться по одну сторону от нуля. Просто иначе соответствующий интеграл не определен. И в этом случае с этой формулой никаких проблем нет, потому что если эти две точки находятся по одну сторону, то для них вот эта цешка одна и та же. Но нужно понимать, что общее семейство все-таки вот такое. Ну что, едем дальше? Значит, давайте посмотрим на пятую задачу. Я думаю, что я здесь разберу, может быть, пару пунктов. Давайте я сразу пункт B разберу. Он, кажется, повеселее будет. Значит, Y равняется X квадрат, и Y квадрат равняется X. Здесь задачка такая. Найти площадь, область, ограниченные двумя кривыми. Одна кривая – это Y равняется X квадрат, а другая кривая – это Y квадрат равняется X. Значит, давайте представим себе, как они выглядят. Значит, во-первых, Y равняется X квадрат. И вот это обычная парабола. Вот такая штука. Что такое кривая под названием Y квадрат равняется X? Это обратная функция. Только Y равняется X квадрат. Да, но можно просто думать, что у нас здесь X является независимой переменной, а Y – независимой. То есть мы строим график, но этот график, для него та ось, которая обычно является вертикальной, для него на самом деле горизонтальна. И тогда эту кривую можно нарисовать таким образом. Можно сказать, что это вот такая кривая, такая же парабола, только повернутая на бок. Заметьте, что вот здесь я… Вообще говоря, когда я записал это выражение Y квадрат равняется X, я в этом месте совершенно не требую, чтобы Y был обязательно положительным. Он может быть отрицательным. Поэтому так просто сходу написать, что это означает, что Y равняется корень, из-за Y было бы неудачной идеей. Вот. Но теперь давайте посмотрим. Значит, у нас есть кривая, которая ограничена этими двумя графиками. Значит, вот она, эта область, ограничена этими двумя графиками. Нам нужно найти ее площадь. Значит, это такая лунка в пересечении. Когда определяется область, ограниченная какими-то кривыми, ну, что это означает? Это означает, что если вы возьмете какую-нибудь точку внутри этой области, то вы не сможете уйти куда-то далеко на бесконечность, не пересекая хотя бы одну из этих кривых. То есть, например, вот эта точка не ограничена никакой кривой, потому что вот можно уйти куда-нибудь вот сюда. И вот эта точка тоже никем не ограничена, можно уйти куда-нибудь сюда. А вот отсюда вы никуда не уйдете. Как бы вы ни пытались уйти, не получится. Вот. Значит, ну, давайте посмотрим на то, как бы найти такую вот площадь. Значит, мы умеем искать площади под кривыми. Как найти вот такую площадь? Площадь в пересечении двух таких штук. Найти точки пересечения и записать два интеграла и вычесть. Да. Да, давайте сделаем какую-нибудь такую штуку, например. Вот давайте, во-первых, найдем координаты вот этой точки пересечения. В каких точках пересекаются y равняется x квадрат и y квадрат равняется x. Ну, тут можно, конечно, догадаться. Да, что у нас две точки пересечения, это 0 и 1. Ну, формально можно было бы, типа, уравнение решить. y равняется x квадрат, y квадрат равняется x. Подставить одно в другое, это означает, что y равняется... Чего там у нас получается? y в четвертый, да? И это означает, что... Мы не можем... Простите. Да. Мы же просто, смотрите, можем сказать, что у нас... Это обратная функция. Это, значит, симметрично относительно y равен x, и они пересекаются... Да, это тоже... Ну, как бы тут нужно что-то проговорить про вот эту вот вторую половинку этой самой параболы. Вдруг бы они бы вот здесь где-нибудь пересеклись бы. И, в общем, тут нужно было бы осторожно это сделать. Но, в принципе, да, замечание про то, что функция... График функции и график обратной функции пересекаются. В тех точках, в которых они пересекают... Пересекают y равняется x. Это замечание совершенно разумное. Да. Ну, вот железобетонное рассуждение это с помощью простой системы уравнений. Значит, что у нас здесь получается? Если я y в четвертый переношу в какую-нибудь одну сторону, получается y1 минус y в кубе равняется нулю. Ну, и, соответственно, это либо y равняется нулю, либо y в кубе равняется единице. Но y в кубе равняется единице, и единственный корень это y равняется 1. Вот поэтому те самые наши две точки пересечения. Тут ничего другого нет. Ну, а дальше остается представить вот эту площадь. Как-то мы ее хотим представить в виде каких-то... Значит, вот мы хотим вот такую вот площадь, лунку такую посчитать, а умеем считать всевозможные интегралы, то есть всевозможные площади вот такие. Значит, хочу представить эту лунку в виде каких-то вот таких вот площадей. Что с ними сделать? Как это сделать? Ну, это же разность двух интегралов. Да. Значит, можно заметить, что та площадь, которая нас интересует, это разность двух площадей. Мы можем взять площадь под y равняется корень из x, вот под этой кривой, и получить вот такую фигуру. А дальше из нее нужно вычесть вот такую вот фигуру, которая получается как интеграл, наоборот, от x квадрата. Значит, если не представить себе картинку, то тут трудно что-то с этим сделать, но если представить, то становится достаточно понятно. Поэтому наша интересующая нас площадь – это и есть интеграл. Значит, в каких пределах? Ну, вот у нас есть точка 0, и здесь есть точка 1. Значит, интеграл в пределах от 0 до 1. Значит, что нам нужно посчитать? Нам нужно сначала взять интеграл от функции корень из x и вычесть интеграл в тех же пределах от функции x квадрат. Значит, чему равняется интеграл от корня из x? Какая первообразная корня из x? Значит, корень из x – это частный случай, случай x в степени m, это x в степени 1, 2. Значит, как обычно, при интегрировании нам нужно увеличить степень на единицу, получается, x в степени 3 вторых, и поделить на эту увеличенную степень. Значит, получается, x в степени 3 вторых разделить на 3 вторых, то есть что то же самое, 2 трети x в степени 3 вторых. Значит, 2 трети x в степени 3 вторых в пределах от 0 до 1. Так, dx забыл. Значит, справа должен быть интеграл от 0 до 1 x квадрата dx. Значит, что здесь справа нужно написать? От x квадрата мы знаем, какая первообразная. Это x куб на 3. И тоже в пределах от 0 до 1. Значит, получается, 2 трети минус 1 треть. То есть 1 треть. Вот ответ. Так, ну что, есть ли какие-нибудь вопросы по этой задачке? Так, что-то не отключилась трансляция. Хорошо. Так, ну что, мне остается 6 минут. Значит, рассказывать про замены переменных, наверное, не хочу сейчас. Давайте лучше еще одну задачку из пятой сделаем. Еще одну минуту из пятой. Можете, пожалуйста, быстро, лучше про замены. Можете, может, лучше быстро про замены, потому что, ну, как бы, оно понятно, как решается там. Ну, хорошо. Ну, давайте попробую сказать два слова про замены переменных. Значит, мы это еще будем обсуждать на лекциях дополнительно. Но давайте я скажу здесь два слова. Смотрите. Значит, вот есть разные приемы интегрирования, которые связаны с соответствующими утверждениями про дифференцирование. В частности, есть теорема про производную сложную функцию. Давайте рассмотрим такую задачу. Пусть мне известно, что f, значит, пусть какая-то f от x, это первообразная от функции f маленькая от x. И давайте я рассмотрю новую функцию. которая называется f большое от g от y, где g от y какая-то дифференцируемая функция. Вопрос. Значит, вот эта новая функция, давайте я ее обозначу через h от y. Вот эта новая функция, она будет первообразной какой функции? Ну, как ответить на вопрос, от какой функции данный является первообразной? То есть, фактически, мне нужно применить операцию обратную к операции взятия первообразной. Это операция, как называется? Дифференцирование. То есть, фактически, нам нужно просто посчитать производную от h от y. Давайте посчитаем. h штрих от y равняется... Терема производной сложной функции. f штрих в точке g от y умножить на g штрих от y. А кто такой f штрих в точке g от y? Это f от g от y? Это f от g от y. Совершенно верно. f маленькая от g от y. То есть, смотрите, что это все означает. Это означает, что, допустим, я хочу найти первообразную какую-нибудь функцию. И я заметил, что у меня эта функция представляется вот в таком вот виде. Тогда я знаю, что моя первообразная представляется в таком виде. Это есть f большое, которое первообразно от вот этой функции f, в которую подставили вместо ее аргумента, подставили g от y. Ну вот, давайте я, на самом деле, разберу какую-нибудь, например, задачу 6 пункт b. Там это хорошо видно, как это работает. Значит, здесь используется, в этой задаче используется знак неопределенного интеграла. Давайте считать, что неопределенный интеграл – это просто набор всех первообразных. Соответственно, требуется найти всевозможные первообразные от x sin x квадрат dx. Значит, я немножко неудачно здесь обозначения ввел вот в этом объяснении выше. Давайте, чтобы согласовать эти обозначения с обозначениями вот здесь в задаче, ну, давайте я поменяю здесь все y назад на x. Так, видимо, будет правильнее. Значит, поменяем местами все x и все y. Значит, у меня теперь f большое изначально от y. Это первообразная от какой-то функции f маленькая от y. Здесь функция f большая от g от x, которая называется h от x. И дальше я делаю то же самое, только теперь везде у меня зависимость от x. Теперь смотри, значит, у меня записана вот такая штука. Я хочу найти первообразную от функции x на sin x квадрат. Я хочу представить вот этот x на sin x квадрат вот в таком виде. Это f, в который подставили g от x, умножить на производную g от x. Давайте придумаем, чему равняется f и чему равняется g. Значит, f пусть зависит от y, а g зависит от x. Как правило, мы хотим, чтобы у нас f это была бы какая-то функция, от которой мы как раз знаем, как брать интеграл. Но вот в данном случае какая есть простая функция вот в этой формуле, в которой подставили что-то странное? Синус от x. Да, у нас есть синус, но вот, значит, от своего аргумента. Значит, не хочу говорить синус от x, потому что здесь нет синуса от x, здесь есть синус от x квадрата. Давайте я напишу, что это синус от y. А g от x кто? x в квадрате. Ну, почти, да. Вот смотрите, если бы было бы честно написано, что g от x это есть x квадрат, то действительно мы получили бы почти такую штуку. Ну, вот единственное, в чем различие, это то, что при дифференцировании сложной функции у нас здесь вылезла бы еще бы двойка. Давайте я скажу. Просто на 2 поделим. Просто на 2 поделим. Да, давайте поделим на 2. Давайте я скажу, что g от x это... Сейчас, значит, плохо говорить, что g от x это... Давайте просто заметим, что всю вот эту штуку можно, например, умножить на 2 и поделить на 2. Тогда непосредственно работает вот эта формула. А именно, можно сказать, что это есть одна вторая. Ну, вот можно условно записать так, что... Я теперь говорю, что это есть первообразная. Что я должен сказать? Что это первообразная от функции sin y, в которой подставили вместо y подставили x квадрат. Значит, первообразная синус y записывается как неопределенный интеграл sin y d y, в которой подставили вместо y подставили x квадрат. А какая первообразная от синуса? Минус косинус. Минус косинус, да. Тут я всегда путаюсь, в какой момент там появляется минус. Значит, когда вы считаете производную, минус появляется, когда вы дифференцируете косинус, а когда вы считаете, наоборот, первообразную, минус появляется, когда вы, наоборот, интегрируете синус. Значит, это 1, 2 минус косинус, значит, минус косинус y, в который надо было подставить. y равняется x квадрат. То есть это есть минус 1, 2 косинус от x квадрата. Ну, вот как-то так это делается. То есть для того, чтобы уметь применять вот эту формулу, нужно видеть в таких вот функциях, нужно видеть такой паттерн, что у нас вот эта штука – это произведение какой-то функции, от которой мы умеем брать первообразную одной функции и производной какой-то другой функции. То есть фактически нам нужно для того, чтобы посчитать такой интеграл, нам нужно было взять два интеграла. Нам нужно было взять интеграл от вот этого 2x, и еще нужно было уметь интегрировать туда этот синус. Ну, вот после того, как мы это сделали, мы смогли посчитать эту самую первообразную. Можете проверить, что когда вы эту штуку продифференцируете, у вас как раз вылезет 2x, она сократится с вот этой двойкой, ну, вот останется вот ровно то, что здесь написано. Ну, тут требуется некоторый навык, чтобы все это освоить. Действительно, это такая задачка по pattern matching, по распознаванию некоторых паттернов в функциях. Ну, вот, значит, можете пока порешать, петонироваться, но если вы этот листочек до конца сами не дорешаете, не страшно, ну, на следующем семинаре, да, обсудим. Спасибо. Хорошо. Значит, про интегрирование по частям тоже не успел рассказать, но тоже не страшно, тоже на лекции я еще чуть-чуть поговорю, и на следующем семинаре можно будет это решать. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Можно вам вопросы задать? Давайте, значит, давайте так сделаем. Я готов сейчас ответить на какие-то быстрые вопросы по семинару, а консультацию, наверное, я хочу провести через, ну, там, наверное, минут 15-20 начать. Хочу немножко перекусить. Вот, у вас какой-то такой вопрос? А? Есть один вопрос по семинару. Во второй задаче вы выразили g от x как f от корня от x. Почему так просто? Почему не f от корня от x минус f от 0? Ну, смотрите. Значит, по определению. Мы ввели функцию f большая от y. Таким образом, это интеграл от 0 до y е в степени минус t квадрат dt. А. Значит, f от y – это не абы какая первообразная, а это вот ровно вот такая вот штука. После этого я просто говорю, что, ну, вот если сравнить вот эту формулу и вот эту формулу, то видно, что, чтобы получить вот эту формулу, то нужно просто вот в этой формуле на место y подставить корень из x. Ну, это и означает, что g от x – это и есть f от корня из x. А, то есть, в таком случае f от y не является первообразной для… Нет, ну, она является первообразной, она является конкретно первообразной. Она не абы какая, а вполне конкретная. Да. И ровно та, которая нам нужна. Просто на лекции вы говорили, что g от x сама по себе должна являться первообразной, да? Нет, смотрите, значит, ну, это, во-первых, немножко… В этой задаче g от x, f и f могут иметь не тот смысл, который был на лекциях. Это просто какие-то буквы. Смотрите, что я утверждаю? Первое. Значит, что я использую с лекцией? Я говорю, что вот если рассмотреть вот такую функцию, f от y, которая равняется вот такой штуке, то f обязательно является первообразной для функции, которая стоит под интегралом. Вот это первая часть теоремы про формулу Лебенец, которая доказывалась на лекции. Буквально она. А вторую часть теоремы, где была разность двух первообразных, мы здесь вообще не трогаем. Она нам здесь не нужна. Потому что у нас здесь нет задачи отыскать какой-то интеграл. Вот та самая вторая часть, где возникает разность двух первообразных, она берется, значит, она возникает в тот момент, когда… она используется в тот момент, когда вам нужно посчитать какой-то интеграл, и вы… вот какой-то определенный интеграл с конкретными пределами, и вы этот интеграл считаете. Считаете вы его так. Вы находите любую, а бы какую первообразную, и дальше считаете разность этих первообразных в двух точках. Это по второй части формулы Лебенеца позволяет вам посчитать определенный интеграл. Тут нет такой задачи. Здесь есть задача найти вот такую производную. Значит, мы это делаем в два шага. В первый шаг мы находим производную от вот этой функции f большого, и это мы делаем по первой части формулы Ньютона-Лебенеца, который утверждает, что вот эта штука является первообразной, одной из первообразных для выражения, которая стоит под интегралом. Вторая часть мы представляем нашу g от x как f под корень из x. В этот момент можно уже забыть про все наши истории, про первообразный интеграл, вообще про все забыть. Мы знаем, чему равняется f' от y, и можем применить теорему производной сложной функции. Хорошо, я понял, в чем моя ошибка была. Я почему-то посчитал, что даже несмотря на то, что корень от x, g от x является первообразным, тогда задача вовсе не имела бы смысла. g от x не является первообразной для вот такой штуки, для той штуки, которая стоит под функцией. Ровно потому, что здесь сверху написан, она была бы первообразной, если бы здесь был бы написан x. А за счет того, что здесь написан корень из x, она уже не будет первообразной, а будет более сложной конструкцией. Да, хорошо, спасибо. Вот в последнем задании замены переменной. Получается, если мы говорим, что неопределенные интегралы, то у нас выкупность всех первообразных, то куда у нас констант одевается тогда? Я забыл про нее. Все. Хорошо. Артем, у вас есть какие-то вопросы по семинару? Артем. 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 Продолжение следует...